Я волшебник Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Русская сказка. Жили-были себе царь и царица. У них были сын и дочь. Сына звали Иванушкой, а дочь Алёнушкой. Вот царь с царицей померли. Остались дети одни и пошли странствовать по белу свету. Шли-шли-шли. Идут и видят пруд. А около пруда пасется стадо коров. Я хочу пить, говорит Иванушка. Не пей, братец, а то теленочком станешь, говорит Алёнушка. Он послушался и пошли они дальше. Шли-шли и видят реку. А около ходит табун в лошадей. Ах, сестрица, если б ты знала, как мне пить хочется. Не пей, братец, а то жеребеночком станешь. Иванушка послушался и пошли они дальше. Шли-шли и видят озеро. А около него гуляет стадо овец. Ах, сестрица, мне страшно пить хочется. Не пей, братец, а то баранчиком станешь. Иванушка послушался и пошли они дальше. Шли-шли и видят ручей. А возле стерегут свиней. Ах, сестрица, я напьюся. Мне ужасно пить хочется. Не пей, братец, а то поросеночком станешь. Иванушка опять послушался и пошли они дальше. Шли-шли и видят пасется у воды стадо коз. Ах, сестрица, я напьюся. Не пей, братец, а то козленочком станешь. Он не вытерпел и не послушался сестры. Напился и стал козленочком. Прыгает перед Аленушкой и кричит. Мекеки, мекеки. Аленушка обвязала его шелковым поясом и повела с собой. А сама плачет, горько плачет. Козленочек бегал-бегал и забежал раз в сад к одному царю. Люди увидали и тотчас доказывают царю. У нас, ваше царское величество, в саду козленочек. И держит его на поясе девица. Да такая из себя красавица. Царь приказал спросить, кто она такая. Вот люди и спрашивают ее, откуда она и чьего роду племени. Так и так, говорит Аленушка, был царь и царица. Да померли. Остались мы дети, я царевна. Да вот братец мой царевич. Он не утерпел, напился водицы и стал козленочком. Люди доложили все это царю. Царь позвал Аленушку, расспросил обо всем. Она ему приглянулась и царь захотел на ней жениться. Скоро сделали свадьбу и стали жить себе. И козленочек с ними гуляет себе по саду. А пьет и ест вместе с царем и царицей. Вот поехал царь на охоту, а тем временем пришла колдунья. И навела на царицу порчу. Сделалась Аленушка больная, да такая худая да бледная. На царском дворе все приуныло. Цветы в саду стали вянуть, деревья сохнуть, трава блекнуть. Царь воротился и спрашивает царицу. А ли ты чем нездорова? Да хвораю, говорит царица. На другой день царь опять поехал на охоту. Аленушка лежит больная. Приходит к ней колдунья и говорит. Хочешь я тебя вылечу? Выходи к морю синему сорок зорь и пей там воду. Царица послушалась и в сумерках пошла к морю. А колдунья уж дожидается. Схватила ее, навязала ей на шею камень и бросила в море. Аленушка пошла на дно. Козленочек прибежал и горько-горько заплакал. А колдунья оборотилась к царицею и пошла во дворец. Царь приехал и обрадовался, что царица опять стала здорова. Собрали на стол и сели обедать. А где же козленочек? Спрашивает царь. Не надо его, говорит колдунья. Я не велела пускать. От него так и несет козлятиной. На другой день только царь уехал на охоту. Колдунья-козленочка била-била, колотила-колотила. И грозит ему. Вот воротится царь, я попрошу тебя зарезать. Приехал царь. Колдунья так и пристает к нему. Прикажи, да прикажи зарезать козленочка. Он мне надоел, опротивился всем. Царю жалко было козленочка, да делать нечего. Она так пристает, так упрашивает, что царь наконец согласился и позволил его зарезать. Видит козленочек, уж начали точить на него ножи булатные. Заплакал он, побежал к царю и просится. Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки сполоскать. Царь пустил его. Вот козленочек прибежал к морю, встал на берегу и жалобно закричал. Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие. Ножи точат булатные, хотят меня зарезать. Она ему отвечает, Иванушка, братец, тяжелый камень ко дну тянет, люто змея в сердце высосала. Козленочек заплакал и воротился назад. Посредь дня опять просится у царя. Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки сполоскать. Царь пустил его. Вот козленочек прибежал к морю и жалобно закричал. Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие. Ножи точат булатные, хотят меня зарезать. Она ему отвечает, Иванушка, братец, тяжелый камень ко дну тянет, люто змея в сердце высосала. Козленочек заплакал и воротился домой. Царь и думает, что бы это значило, козленочек все бегает на море. Вот попросился козленочек в третий раз. Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки сполоскать. Царь отпустил его и сам пошел за ним следом. Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие. Ножи точат булатные, хотят меня зарезать. Она ему и отвечает, Иванушка, братец, тяжелый камень ко дну тянет, люто змея в сердце высосала. Козленочек опять зачал вызывать сестрицу. Аленушка всплыла кверху и показалась над водой. Царь ухватил ее, сорвал с шеи камень и вытащил Аленушку на берег. Да и спрашивает, как это сталося? Она ему все и рассказала. Царь обрадовался, козленочек тоже так и прыгает. Аж в саду все зазеленело и зацвело. А колдунью приказал царь казнить. Разложили на дворе костер и сожгли ее. И растаяли чары колдовские. Выздоровела Аленушка. Превратился из козленочка братец Иванушка. И стали они вместе жить, поживать, да добра наживать. И печали не знать. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова